Оренбургские театралы могут устраивать радостные овации. В Министерстве культуры заявили о реновации театра музыкальной комедии. В этом году деньги запланированы на дизайн решения и разработку технической документации с метной документацией. То есть преображение может начаться уже в следующем году, но мы так надеемся, по крайней мере. И об этом поговорим с директором театра Борисовой Светланой Евгеньевной. Светлана Евгеньевна, здравствуйте, спасибо вам огромное, что нашли время, пришли. Новость о грядущей реновации – это, наверное, то, с чем вас хочется поздравить. Ведь театр уже очень давно говорит о том, что, ребят, нам нужен ремонт, нам нужно преображение. Вот все 10 лет, что вы руководите театром, по-моему, вы об этом и говорите, собственно. Да, конечно, это очень приятная новость. Мы ждали-ждали и, наконец, дождались. Я буквально вот только сегодня ночью вернулась с командировки. И сегодня на столе увидела постановление правительства Оренбургской области. Но я, к сожалению, не совсем сейчас готова, потому что проект, да, он будет в этом году. Но сама реконструкция начнется с 25 по 27 год. С 7, да, но все-таки уже есть сроки. Да, но какие-то сроки есть. И то есть в 27 году мы как бы должны будем войти в новое реконструированное здание. Я предлагаю, коллеги, давайте запустим видео, посмотрим, если вдруг кто-то, хотя я в это слабо верю, да, давно не был в театре музыкальной комедии, мы покажем его и заодно как раз прокомментируем, да. Вот, в общем-то, зданию театра ведь уже много лет, да. Много, и самое главное, что он без капремонта. Был ремонт только в зрительном зале. Мы можем видеть, да, что уже там где-то по фасаду, так скажем, все весьма печально, да. Ну, это не просто печально, и самое главное, что его тронуть нельзя. Понимаете, если там вот, например, у нас сейчас в двух-трех местах критически просто висит, уже вот-вот там все это свалится, но нельзя трогать, потому что может рядом все это пойти. И красить его нельзя, и цементировать там какие-то участки. Это вот крыша у вас получается так течет, да? Про крышу вообще молчу, да. Да что они говорить, он их видно хорошо. Ну, честное слово говорю, не жалуюсь, просто искренне говорю, что мы живем как на атомной бомбе. Потому что обязательно что-нибудь будет. Я когда уезжаю в командировку, я безумно прошу театр, чтобы он хоть... Хоть ничего в это время не случилось. Жди меня, да? Да, жди меня, и я вернусь, да. Ну, потому что, ну, получилось, не получилось, рухнул. Буквально до поездки у нас рухнул забор в дворе, сейчас у нас стена в гараже, просто половина стены осыпалась. Да, конечно, в очень критическом положении. То есть зрители, которые находятся в зале, вот у них там все чистенько. А вот вокруг... А вокруг, нет, и зрители, кстати, первые. Мы-то уже про себя вообще молчим. Зрители очень переживают, что самый большой театр, единственный музыкальный театр в регионе, находится в самом худшем положении из всех учреждений культуры. Это зрители, они буквально просто искренне, я вот не перестаю восхищаться нашим зрителям, которые могут просто посмотреть спектакль, нет, они заботятся обо всем, о внешнем виде здания, о судьбе артистов, о том, как мы вообще живем, с чем мы приходим на работу. То есть у нас зритель потрясающий, и, кстати, ну, очень часто приходится объяснять и говорить, что да, вот совсем-совсем скоро, все, еще чуть-чуть, да-да-да, уже все, вот там уже все были, уже там комиссии все прошли. Ну, я думаю, что это будет радость как бы в общем. Я знаю, если я не ошибаюсь, что по первому вашему образованию вы человек... Да, инженер-строитель. Вы инженер-строитель, да? Да, сам Буквилев. Да, вот инженерным мозгом, заточенным под видение зданий, вы уже думали о том, как вы хотите концептуально преобразить здание? Ну, понимаете, к сожалению, это очень мало места. Но, во-первых, первое, о чем мы всегда просили, что все-таки это строительство нового. Всегда легче построить новое современное здание, чем делать вот из нашего что-то, да. Но я понимаю, что там по другим причинам все-таки на реконструкцию деньги достать легче, чем на строительство нового, я имею в виду по федеральному финансированию. Но у нас-то другая проблема. У нас 190 человек. И артисты каждый день мне задают одни и те же вопросы. Вот вы так радуетесь, что у нас будет реконструкция, а куда денемся мы? Понимаете? Ну, нет ни одной площадки в городе Оренбурге, которая может принять нас с нашими декорациями, с нашими спектаклями. И это, конечно, ну, я как с Карли Тухарой, я все время думаю, что я подумаю об этом завтра. Понимаете? Мы идем поэтапно, но я, в принципе, должна что-то людям ответить. И вот пока точно так же говорю, что я не готова сейчас ничего сказать. Разумеется, нас не бросят. Разумеется, ну, будем искать какую-то площадку. Может быть, ее до того, как начнется реконструкция, она будет уже ремонтироваться. Ремонтироваться, потому что дома культуры, они не приспособлены под театр. У них нет элементарного штанкетного хозяйства, куда вешивать декорации. Ну, вот завтра будет совещание в министерстве, я как бы задам все эти вопросы. Если все-таки про театр сам, да, то есть как хочется его изменить? Понятно, хочется новое, большое, пусть будет на 8 этажей, но все-таки. Ну, он все-таки расширится, потому что вот у нас сейчас решится, когда вопрос с землей, и он вот сейчас пойдет и по профсоюзной, и по нашему забору. То есть это все будет уже, внутри пространства не будет. Будет все, и там дальше, где сейчас зеленая зона, с другой стороны, со стороны Постникова, как бы вот везде, куда можно по законам градостроительства, да, мы туда, конечно, расширимся и вверх, и вверх. Единственное, что если только опять, ну, мы провели обследование здания, понимаете сами, что конструкции не все в хорошем состоянии, очень многие в аварийном, и я думаю, что все-таки будет вот сейчас, и когда проектные работы будут, рассматриваться все варианты, уйти по возможности куда-то вниз, но хотя... Даже под землю, получается. Да, но хотя бы даже когда к нам зайдешь, у нас там просто подвала нет. Вот если будем что-то пристраивать по бокам, возможно, варианты, что мы уйдем вниз. Ого! Слушайте, вы будете первым, снова первыми, да, первым театром в Варенбургской области, который частично уйдет под землю, укринится! Я на это надеюсь, это пока просто все только на словах, и ведутся переговоры. Во-первых, кто будет делать проект, это же тоже такая процедура большая, понимаете, это же конкурс, это все, но предпроектные работы, они... Получается, что если вам удастся уйти вшить, да, то есть достроить что-то, это будет место для гримерных, для артистов, для костюмеров. Понимаете, оно кажется, это здание сверху, очень многие удивляются, кто приходит и кто, ну, хочет провести у нас какой-то мероприятие, или там детские студии, и никто не может понять, что у нас просто нет помещений. Да вы что, у вас же такое большое здание, оно просто сверху такое. А внутри гримерки просто ютятся все, по 3-4 человека. Я молчу, что там нет никаких условий, ни душевых там, нормальных, как это положено, а тем более по нормам, там и заслуженный артист должен иметь, например, свои отдельные гримерки, да, там не больше двух человек. Ну, я надеюсь, что по возможности все это будет. Но потом самое главное, что уже сейчас рассматривается вопрос, что это будет не театр музыкальной комедии, а будет музыкальный театр. А музыкальный театр – это уже совсем другое штатное расписание, это совсем другие требования к театру, потому что музыкальный театр подразумевает увеличение всей труппы. И вокалисты, потому что там будут одноктовые оперы, и балет, потому что мы можем ставить уже одноктные балеты, но, соответственно, хор и оркестр. То есть издание увеличивается. Светлана Ельинивна, к вам и сейчас невозможно купить билет. В общем и целом, даже при достаточно высоких ценах, это говорит о том, что вас любят, к вам ходят. Вы сейчас проанонсировали и оперы, и балеты. Я думаю, что если мы сейчас не остановимся, билетов не будет вообще на год вперед. Да дай бог, чтобы так было. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, пришли в нашу студию. Мы прервемся буквально на секунду и будем завершать.